И так я прибыл в Гузделупу, в 8 вечера, или даже в 9, в общем сейчас в 10, я только добрался до отеля, есть не хочу, очень жарко, сходил уже в душ, сейчас пойду поводить поищу воды, где можно попить, отель нашел, ты вообще как нашел, мне мужик довез, и душ такой себе с чемоданом, у меня заклинило колесо, до сих пор не потерял, еще не хочу, у нас будет завтра разобраться, так вот, стою, пытаюсь там в этом материале колесо, он говорит, давай залезай, непонятно в каком языке, я же еще не понял на самом деле, только потом уже в общем сел, он мне говорит, куда я, давай, повезу, ладно, хорошо, вези без проблем, чувствую алкоголем пахнет, ну в общем чувак оказался в Дуплину пьяный, итальянец, на всех шлюх и прохожих там кричал, орал, пока мы ехали, 10 раз не туда завернул, кое-как он мне довез, я уже думал, блин, чувак, высади меня, давай, ну такой пожилой уже дедок, в общем, вот, что-то крайне пристал всякими вопросами непонятными, там, знаю ли я такой язык, знаю ли я такой язык, говорю, что ты от меня хочешь, ты так бубнишь, от тебя пьяного несет, ты еще, блин, так не четко говоришь, как я могу разобраться, ну ладно, это другая история, сейчас об отеле, вот вид у меня из отеля, в набережной яхты стоит, ну в общем, круто, с другой стороны у круизного лайнера стоит, так, есть зеркало, телевизор, кровать, прикольная такая, подушки стандартные, покрывало, очень жарко, хотя есть кабинет, видимо, он только заработал, когда я эту карточку ставил, карточка такая специальная, есть фен, есть туз, теркало, я же переоделся, в душ сходил, так, это мои вещи, чемодан, есть столик, с открывающимися какими-то вещами, так, свое еще ничего не убрал, вот, дверь, схема выхода, вот, душ, давление очень сладенькое, так сидеть, так сказать, в общем, туалет стандартный, бумага, это я, так, что тут у нас, раковина, душ, из-за давления, кажется, похмыться, и не поставил бы я высокую оценку этому отелю вообще, к тому же еще стоит он 80 евро, то есть это по комфорту, отстойности и дороговизне, это только в Майами Санхотель был у меня за 100 долларов, ну, вот, цена примерно такая же, и уровень примерно такой же, потому что знаю, что круизненький, тут рядышком все, идти пешком недалеко, что, слава богу, завтра утром, просто сначала погуляю по городу, в общем, пока на машине ехал, меня вообще не впечатлил, как отель, в общем, не знаю сейчас, как выкручиваться, чтобы понравилось что-то, может быть, пляжик какой-то завтра найдется, вот, на ресепшене еще тоже возникла проблема, не у меня, слава богу, у людей, там, две пары, пришли с букингом, с бронью, а им говорят, типа, извините, а брони-то и нету, и вот они стояли, разбирались, пока я стоял там, ну, 10, наверное, они, так, в общем, я ушел, мне номер дали, а они, не знаю, разобрались, не разобрались, или сейчас поеду в другую отель, то ли там по цене какая-то проблема, ну, в общем, что-то крутит версия, слава богу, у меня без проблем в этом плане, да, и мужик меня завез бесплатно, вот, а до этого я поперся пешком, оказалось, что в Понте-Питре нет пешеходных дорожек от аэропорта, и просто-напросто вы пойдете просто по обычной дороге, где едут машины, поэтому, блин, не экономьте деньги, ездите на такси или арендуйте автомобиль, особенно, если у вас несколько человек, наоборот, на пути, в любом случае, поеду на такси, может быть, с кем-то познакомлюсь, поеду на машине, там, блин, такси сэкономлюсь, кинемся, но вот такие ждать алкоголиков, которые тебя поднимут, это не вариант, в общем, на самом деле, вот, и сейчас, в общем, надо думать, как кресло отремонтировать, чтобы оно нормально по-человечески крутилось. Вот такой обзор отеля с предысторией, пойду искать водичку, очень сильно хочу пить, он даже 15 евро приготовил.